здравствуйте меня зовут федор васильев и в этом уроке я хочу с вами разобрать настройки магазина переходим в админку заходим настройки хочу разобрать свою вкладку корзина и заказ они объединили две разные настройки в одну вкладку так как в прошлых уроках мы с вами разбирали форма заказа поэтому мы с вами пока не будем смотреть настройки корзины а чуть ниже прокрутим и сразу посмотрим страницы заказа какие здесь есть у нас настройки метод оплаты можно выбрать два метода оплаты оплата онлайн или оплата наличными или выбрать на выбор покупателя тогда на этой странице у пользователя будет выбор вот такой вот оплата онлайн оплата наличными онлайн это значит он платит сейчас через какой-нибудь шлюз например интеркасса то есть это мы отдельно еще поговорим мы подключим с вами плагин интеркассы где у нас будут почти все самые распространенные виды приема платежей или оплата наличными если мы выберем то здесь ничего не будет человек будет платить наличными например курьеру когда человек принесет товар к нему по адресу он расплатится с ним сейчас мы не можем с вами сделать этот выбор потому что у нас не подключен плагин плагин мы разберем позже то есть мы вот к этой настройке еще вернемся оставляем пока как есть дальше вкладка офлайн заказ и у нас есть два выбора куда перенаправить человека на страницу успеха на страницу ожидания давайте посмотрим то есть если у нас выбрана оплата наличными то есть оффлайн страница ожидания конечно лучше делать на такую страницу потому что вы будете уведомлены когда человек отправит вам запрос то есть вам придет уведомление на email мы еще это с вами разберем и соответственно человека надо направить пока он как бы на страницу ожидания давайте вот так сохранимся например я беру этот товар заполняя поля оплатить и вы видите вот так вот выглядит страница ожидания где человек может видеть выбранный товар стоимость стоимость доставки и того данные заказе сможет смотреть данные покупателя данные доставки то есть человек может вот так вот сидеть видеть эту картинку и есть кнопка обновить статус он может периодически так вот нажимать на кнопку и смотреть когда вы в админке поменяйте статус опять же это тема другого урока мы еще это тоже разберем если мы сразу выставим страница успеха сохранить и попробуем заново купить товар оплатить то человек увидит вот такую страницу то есть заказ уже принят средства поступили на счет то есть обычно страницу эту показываем только тогда эти страницы мы еще более детально разберем с вами далее систему по умолчанию в данный момент мы ничего выбрать не можем потому что у нас плагины платежи еще не прикручены мы это рассмотрим как я уже говорил выберите систему оплаты онлайн по умолчанию которая будет принимать платежи покупателей то есть в моем демо магазине вот здесь вот система онлайн выбрана видите интеркасса когда мы это все сделаем у нас будет вот такой пункт когда мы подключим еще сюда какие-то платежи то здесь будет выбор человек сможет выбрать как но платить интеркассой или например купить в кредит далее у нас идет форма заказа это как раз таки вот здесь вот есть выбор и здесь будут отображаться все формы которые вы создали то есть мы это делали в прошлых уроках и форма заказа по умолчанию нас с вами самая первая которую мы создали то есть сейчас она для всех продуктов давайте я сейчас выйду из настройки зайду в продукт и покажу вам в какой-нибудь продукт захожу то есть смотрите мы можем для каждого продукта индивидуально выбрать форму заказа то есть переходим детали и вот здесь форма заказа вы видите да то есть это может очень хорошо помочь если для каких-то определенных товаров нужно выбрать сразу наш созданную самовывоз форма заказа и любую другую вашу то есть если вы здесь ничего не делаете у вас будет по умолчанию та форма который мы с вами назначили по умолчанию следующая опция это ширина поля это у нас вот на этой странице ширина вот этих вот полей заполняемых при покупке здесь можно выставить например 300 пикселей сохранить просто вам продемонстрирую обновляем и вы видите поля стали гораздо шире он это возможно может помочь если у вас какой-то другой шаблон более узкого размера каркас в этом случае это будет полезно я здесь это удаляю далее блок ваш заказ скрыть или показать давайте посмотрим обновляю его видите вот этот блок справа он исчезает конечно же он здесь нужен показать и ссылка изменить давайте сразу посмотрим что за ссылка то есть вот эта ссылка изменить если мы кликаем мы переходим в корзину во всплывающем окне из корзины мы можем удалить товар оформить заказ или вот здесь продолжить покупки то есть вот эта ссылка изменить мы можем вскрыть в всплывающем окне или в родительском окне конечно же очень стильно во всплывающем окне по умолчанию кнопка продолжить покупки скрыть или показать давайте показать сделаем у вас скорее всего так она и стоит вот здесь вот появляется ссылка в этом блоке продолжить покупки вот эта форма входа я считаю на здесь не нужно это мы скрываем это вот это вот дополнительная вкладка для авторизации пользователя дело в том что мы настроим все так что когда пользователь покупает у нас продукт он вводит данные сюда имя email и другие параметры и если он оплачивает успешный товар автоматически он будет зарегистрирован в системе поэтому вот эта вот форма здесь мы лучше ее выведем где-нибудь на странице здесь она смотрится некрасиво поэтому форму входа мы нажимаем скрыть сохранить и давайте посмотрим вот она у нас исчезает чтобы нам ничего здесь не мешало так прочее время корзины ну здесь подсказки все написано можно поставить меньше дней прочитайте в общем это очистка корзины от заказов который человек положил в корзину и не совершил данный платеж очистить корзину покупателя после успешного заказа ну тоже можно оставить то есть видите если будут копиться вот эти вот корзины стоит со временем станет тяжелее из-за этого поэтому из базы данных нужно это вычищать и сразу вам покажу периодически например все зависит от того сколько народу у вас на сайте покупают можно раз в месяц чистить корзину здесь об этом в подсказке было сказано переходим компоненты джума касса и находим почти в самом конце база данных здесь надо быть аккуратней некоторые таблицы я вам трогать не рекомендую справа идет пояснение за что отвечает каждая опция можно раз в месяц сделать обновить базу очистить корзину как раз вот идет очищение корзины здесь будет показано в красном квадрате сколько у вас товаров лежит в корзине вот не трогайте очистить таблицы удалить таблицы это уже для продвинутых вот эти кнопки не трогать еще здесь есть две полезные кнопки экспорт продуктов и импорт то есть смотрите например у вас был какой-то раньше старый магазин и вы захотели переехать например вот на этот магазин который мы с вами учимся вам нужно на том старом магазине импортировать все продукты и тогда вот этот файл с продуктами можно импортировать прямо сюда нажать эту кнопочку выбрать кодировку выбрать файл ксв и загрузить сюда я честно говоря ни разу этого не делал поэтому как насколько хорошо это работает я не могу сказать давайте возвращаемся в настройки и вот нижняя опция включаем ее здесь подсказки написано если включено после успешного платежа покупатель будет зарегистрирован на сайте в соответствии с настройками менеджера пользователей джума внимание регистрация покупателя будет производиться только если в форме платежа поле по умолчанию имя и mail включены то есть вот то что мы делали в прошлых уроках у нас имя и mail обязательные поля поэтому нам нужно чтобы регистрация произошла и теперь вот смотрим в соответствии с менеджером пользователей давайте посмотрим здесь нажимаем сохранить и закрыть вообще в бесплатном курсе об этом говорил но давайте я вам еще раз покажу пользователи менеджер пользователей здесь будет у вас список всех зарегистрированных пользователей в данном случае я сейчас только один здесь поэтому здесь одна запись заходим здесь настройки разрешить регистрацию пользователя конечно вы ставите да группы для зарегистрированных можно оставить регистр группы пользователей гостей паблик отсылать пароль до активации нового пользователя стами нет но здесь если вы хотите вникнуть во все эти настройки вам надо все это читать или смотреть мой бесплатный курс сейчас просто я настраиваю именно так чтобы у вас здесь уже было все настроено и без проблем при покупке какого-то продукта при успешной оплате пользователь автоматически был зарегистрирован у вас системе в дальнейшем когда у вас накопится ваши покупатели вы сможете как-то управлять ими делать например какие-то интересные рассылки это все позже мы рассмотрим например какой-то у вас идет скидка акции так далее можно всех оповестить ваших покупателей уведомлять администратора до администратора это вы параметры сайта для пользователя нет эти поля оставляем также максимум количество попыток сбросить пароль можно поставить 5 и все здесь сохранить закрыть все это у нас настроено переходим обратно джумал кассу настройки переходим корзина заказ и так мы прошли настройки страницы заказа и давайте теперь рассмотрим страница корзины в следующем уроке мы сами сделаем то есть прямо страницу создадим корзины и рассмотрим модуль корзины сейчас давайте рассмотрим вот эти вот настройки заголовок таблицы скрыть или показать то есть смотрите если мы зайдем изменить мы находимся вот сейчас вот в корзине то есть вот этот заголовок вот эта верхняя черная полоса если нажимаем скрыть и сохранить обновляемся то вы видите вот эта полоска вверху исчезает если она вам не нужна смотрите имя как ссылка да нет то есть это вот это вот имя именно вот на всплывающем окне то есть это окно у нас корзины вот делать ли ссылка это или нет я считаю что ссылка лучше оставить формат имени h4 тоже можно оставить как раз это формат имени вот этой ссылки изображение продукта это вот это изображение конечно же оставить высота изображения здесь можно увеличить ширина автоматически будет подстраиваться под высоту описание платежа это вот это описание то что мы создавали в продукте вот эту строчку описание скрыть или нет у вас тут какой-то может быть другой текст не советую отключать пересчитать то есть смотрите это вот эти вот плюсики минуски чтобы человек смог здесь прямо например два товара купить одинаковых вот если вы хотите вот эту фишку убрать давайте посмотрим обновляемся заходим в корзину вы видите исчезает этот плюс-минус я оставлю кнопка продолжить покупки это вот это в углу в правом нижнем всплывающем окне вот эта кнопка продолжить покупки полезная кнопка не рекомендую удалять ширина блока связанных продуктов так у нас здесь связанных продуктов не видно так вот здесь у нас есть связанный продукт я нажимаю в корзину и вот тут у нас видите связанный продукт есть видите он в таком как бы сером блоке и вот здесь вот есть ширина блока связанных продуктов по списку можно кликнуть можем или вообще скрыть или сделать например сто процентов ширину давайте посмотрим вот видите серый блок теперь стал во всю ширину принципе можно оставить 50 вот и закончились настройки вкладки корзина заказ мы сюда еще с вами вернемся а именно к настройкам страницы заказа когда будем двигаться дальше подключайтесь платежную систему до следующем уроке мы с вами разберем страницу корзины то есть чтобы на вот эту страницу корзины можно было попасть не только из товара а еще с пункта меню и вот здесь в углу прикрутим кнопку корзины вот как вот здесь у меня в демо очень удобная кнопочка сразу показывает сколько товаров у нас там лежит и из этой кнопочки мы можем перейти например к оформлению заказа или перейти сразу в корзину посмотреть что у нас в корзине это все вас ждет в следующем уроке и